МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все известно, что вода – основа жизни, а реки – колыбель нашей цивилизации. Но всегда ли человек разумно относился к тому, что даровала ему жизнь? Представляла средства к существованию. Это программа «Зеленая стратегия». Я ее ведущий – Василий Савосько. Сегодня поговорим о том, что представляет собой ингулец в наши дни. Современное человечество, по мнению историков и экологов, зародилось, возмужало исключительно возле рек. Именно здесь еще древний человек мог найти в изобилии все важные ресурсы – пищу, строительный материал, свежую воду, а также средства коммуникации и транспортные пути. Поэтому и селился древний человек вначале возле рек, осваивал новые земли с помощью рек, обожествлял силы природы, в том числе и реки. Понимаете правильно? Река – это водоток значительных размеров, текущий в естественном русле и питающийся за счет поверхностного и подземного стока своего водосборного бассейна. Река состоит из таких компонентов. Исток – исходный пункт реки. Кустья – конечный пункт реки. Место ее впадения в море, озеро или другую реку. Русло – углубление в земле, по которому течет водный поток реки. Меандр – плавный, но заметный изгиб русла реки. Старица – участок прежнего русла реки. Долина – углубление с изгибами, которое и ведет от начала до устья реки. Пойма – плоское, затопляемое дно речной долины. Значение рек для человека особенно ощутимо в вододефицитных условиях степи. Именно поэтому наш Кривой Рог и был основан при слиянии Саксагани и Ингульца. Их воды как нельзя были кстати и во времена железной лихорадки конца 19 века и в период бурного развития промышленности 30-50-х годов 20 века. Правда, иногда наши реки капризничали и во время весенних половодий затапливали прилегающие территории, а также карьеры, шахты и дома горожан. Речка Ингулец очень большая, ее примерно протяженность около 550 километров. Она начинается там в Первоградской области и впадает уже в Херсонской области. Раньше речка Ингулец была даже судокодной. Даже вот некоторые не верят. Мы когда проезжали по русной речке Ингулец вниз по течению, то мы там находили такие участки, в которых запросто могла проходить боржа или там даже такой легкий катер. Очень часто приходится слышать, что Кривбас простирается вдоль реки Ингулец в меридиальном направлении. Но непосредственно с нашим городом соприкасается только небольшая часть этой реки. Получается как бы небольшой юридический географический парадокс, на который мы мало обращаем внимания. А вот давайте возьмем ее от Короченовского водохранилища, как бы пределы города. Ну, даже по грубым таким подсчетам, если не выбрасывать те участки, которые, ну, как бы вклиниваются в территорию нашего города, то это где-то примерно 65 километров она проходит по территории города. Это от водохранилища Карачуны и до дамбы хвостохранилища Ингуока. Сегодня сложилась еще одна, в некотором роде парадоксальная ситуация. Чуть ниже места впадения в реку Ингулец, реки Боковой, в 30-х годах 20-го века была построена дамба, что предопределило образование Короченовского водохранилища. Юридически оно находится за пределами нашего города, но оказывается фактическое громаднейшее влияние на жизнь практически всех криворожан. Если посмотреть для города, то очень важно у нас и водохранилище, Карачуновское водохранилище, потому что оно является питьевым водоемом для, ну, будем говорить, больше, чем половины города и окружающих сельских районов. И его состояние очень, конечно, тревожит всех тех, кто так или иначе связан с подачей воды, питьевой воды в городе. Промышленные гиганты Кривбаса не могли не оказать негативного влияния на современное состояние главной водной артерии региона – на реку Ингулец. Водоток нашего степного красавца был зарегулирован Короченовским водохранилищем. Его русло было изменено, прибрежные рючки практически уничтожены. Сама же река фактически превратилась в место сброса разнообразных промышленных и бытовых отходов в жидком виде. Более того, был существенно изменен и природный гидрологический режим реки Ингулец. Понимаете правильно. Гидрологический режим реки – природное, закономерное изменение уровня воды и интенсивность ее течения во времени, обусловленное климатическими условиями региона. В природе на реках происходит Половодие. Регулярное, относительно длительное и значительное увеличение водности реки, которое обычно сопровождается выход вод из русла и затоплением поймы. Межинь. Регулярное, относительно длительное уменьшение водности реки, которое обычно сопровождается существенным уменьшением уровня воды. Паводок. Нерегулярное, относительно недлительное, но значительное увеличение водности реки вплоть до выхода вод из русла и затопления пойм. За длительный период эволюции обитатели рек и прибрежных зон приспособились к таким природным явлениям. Более того, представители и фаун, и флоры прекрасно научились использовать гидрологический режим реки в своих целях. Сейчас речка Ингулец вся полностью зависит от того режима, который существует при сбросе остатков шахтных вод из балки Свистунова. Там порядка 12-14 миллионов метров кубических за год проходит воды. И при сбросе начинается уже совсем другой режим для речки. В общем, если посмотреть, то речка в течение года четыре раза меняет свой режим. Скидание шахтных вод, высокоминерализованный шахтных вод Кривбасу в речке Ингулец характеризуется двумя аспектами. Это властный вплив на качество воды в речке на момент скидания, подвищение минерализации в том месте и нижней затечеи речки. А еще и властивостью, особенностью вплива шахтных вод на экологическую экосистему речки является то, что происходит параллельно. Существующая сегодня ситуация с шахтными водами – это тяжелое наследие прошлых лет. Как известно, успешное ведение горнорудных работ в Кривбасе невозможно без откачивания из шахт огромного количества высокоминерализированных грунтовых вод. В начале 70-х годов 20-го века не придумали ничего лучшего, как накапливать эти шахтные воды в течение весны-осени, а затем сбрасывать их зимой в наши реки. После этого выполнялась залповая промывка и хрусел пресной водой. Для Ингульца использовалась вода Карачиновского водохранилища. Получили то, что воду начали сбрасывать без поступления воды по каналу 20 метров кубических в секунду. Это примерно до 10 раз больше, чем вообще нормальное течение. И, естественно, конечно, резко упала вода. Здесь надо сказать, что, к сожалению, ни одна научная организация, ни государственная организация не занималась этим вопросом. Сброс шахтных вод в реку Ингулец и последующая его промывка Карачиновской водой регулируются на правительственном уровне. Этот сброс осуществляется в соответствии с ежегодно утвержденным документом-регламентом. Этим документом в прошлые годы предусматривалось дополнительное поступление нужного количества днепровской воды по каналу Днепр-Ингулец. Мы видим, что речка здорово меняется в эти периоды. Уменьшается проток. Вот если при нормальном течении, будем говорить, без поступления воды по каналу, где-то расход воды примерно 2,5-4, это максимум метра кубических в секунду, то при том режиме, когда начинается сброс воды и потом промывка, увеличивается количество воды до 20 метров кубических в секунду. Речка Днепр-Ингулець в разумении речки потерпает двое. Во-первых, повторюсь, втрачается качество от скидания безусловно високими концентрациями шкідливых речевин на момент скидания. И то, что происходит с экосистемой речки под час промывки и экологического здоровья, так называемого, в блоках. А вот та инша властивость, связанная с разбавленнями, с промыванием русла, она взагалі ставит під сумнів, ну, власне поняття речка Днепр-Ингулець. Ми маємо замість речки Днепр-Ингулець з Светловодська до Карачанівського водосховища канал, який обладнаний відповідными гидротехнічными спорудами, насосными станциями. В этом году была нарушена многолетняя практика сброса шахтных вод в реку Ингулець. Сам сброс начался позже обычного времени и поэтому выполнялся с большей интенсивностью. По различным причинам в Карачановское водохранилище не поступило нужного количества Днепр-Ингулець. Но промывку провели, при этом очень сжатые сроки и очень большим количеством воды. Как результат, само Карачановское водохранилище оказалось на грани экологической катастрофы. На сегодняшний день уровень в нашем Карачановском водохранилище упал где-то примерно на 1 метр 40 сантиметров, даже может и больше. Есть нормальный подпорный уровень, который, по которому, ну он уже давно установлен, когда нормальное будет поступление воды, питьевой воды, перекачка. Вот. И когда падает этот уровень, неизвестно, как поведет себя в дальнейшем вода. Это беспокоит, естественно, конечно, жителей. Мы получили падение уровня. Это, по-моему, вызвало шкодливый влияние на биоресурсы, которые живут в Карачановском водосхове. В отношении них это точно экологическая катастрофа, потому что это период, когда нереста, або передует нересту, это впливает вообще на состояние биологических живых ресурсов. Катастрофой будет, если это будет происходить постоянно. Несмотря на столетнюю беспощадную историю эксплуатации реки, фактическая зарегулированность ее стока, а также полное отсутствие весенних очищающих паводков, Ингулец продолжает жить и радовать нас своей красотой и великолепием. А всех сомневающих и скептиков приглашаем совершить прогулку по окрестностям геологической памятки природы скалы Мопра. Сегодня проблема сброса шахтных вод в Ингуле, к сожалению, не единственная для этой реки. Промышленные предприятия, государственные, муниципальные учреждения, а также частные домовладения почему-то считают допустимой полулегально использовать реку как место сброса разнообразных отходов. Все это находит свое закономерное отражение на качестве и безопасности вод нашего Ингулеца. При выходе из Карачуновского водохранилища вода примерно такая же, как Карачуновского водохранилища. То есть это вот мостик возле улицы Веселая дача, там вполне нормальные показатели для воды. А дальше вода постепенно начинает набирать и химический состав, и самое главное, изменяются санитарно-микробиологические показатели. Это уже влияние непосредственно, будем говорить, неучченных сбросов и жителей, и предприятий. Ингулец сегодня в пределах нашего города – это очень и очень измененная река, которая попросту превратилась в лужанку крупных промышленных предприятий. Гидрологический режим реки чудовищным образом изменен. Вода насыщена в опасном количестве химическими элементами и болезнетворными микроорганизмами. Воду с реки уже давно нельзя пить, и купаться в ней можно только с большой опаской. Но все же есть еще шанс, есть еще надежда вылечить наш Ингулец. Надо в первую очередь, в первую очередь, значит, это, конечно, решить вопрос с управлением шахтными водами. Но здесь очень большую роль играет и контроль за неучченными сбросами из предприятий. Потому что набирать 5 грамм на литр воды на таком небольшом промежутке, конечно, это только неучченные сбросы предприятий. Все сбросы, которые делает население, и даже порывы горводоканала, они не приводят к большим изменениям в солевом составе. Водный баланс має бути віднайден в питании поводжения с шахтными водами. Я впевнений, на сегодня я впевнений, что есть ресурс пошуку шляхов використания певної кількости, например, половины всего того обсягу шахтных вод, которые накопичиваются щоречно в балции Севстонова, могут быть использованы в сбросных системах водопостачения города. Мы имеем еще скидки нашего водоканала, которые умовно забруднены, то есть они очищены. Они есть такими, которые могут скидаться до водных объектов безусловно. И если их еще задействовать в этом водном балансе... Очень важно, чтобы в оздоровлении нашей главной водной артерии Кривбаса приняли активнейшее участие все сегменты нашего общества. И бизнес, и власть, и промышленность. Только в таком случае у нас есть шанс возродить булую красоту и булое величие этой реки. Сегодня это самое важное в этом благородном деле. Надо, чтобы все, кто так или иначе связан с этим вопросом, приняли во внимание, что речку Гулец нужно восстановить. Здесь нужно, чтобы все, начиная от общественности, городские власти, ни в коем случае не открещивался областной совет и вообще области администрации. Водные ресурсы, чтобы обратили внимание на это. Ну и, естественно, конечно, государство помогало. Ингулец сегодня для криворожан – это не только возможность удовлетворить свои материальные потребности и место для приятного времяпровождения. Ингулец сегодня – это прежде всего мощнейший духовный символ. Ведь на его берегах находится исторический центр нашего города, а красота этого сооружения уже давно стала культурным символом всего Кривбаса. Но что будет завтра? Что мы передадим нашим детям? Возможно только воспоминания об улом величии этой реки. Именно об этом и предупреждает наша программа «Зеленая стратегия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова